приветствую на своем канале недавно снимал видос как мне в херач ли в правую заднюю дверь поэтому решил я развести ремонт самостоятельно но летом в данный момент я ищу себе компрессор здесь вот 24 литра ресивер поэтому он на мой взгляд отпадает то есть маломощный эгрегат 180 литров на входе то есть на всасывание но на выходе будет уже гораздо меньше то есть сколько здесь чего не знаю но на мой взгляд вот этот аппарат надо убрать так облюбовал я себе вот такой делал 290 литров в минуту также всасывание 21 киловатт масляный два выхода ну и сам дизайн такой весьма симпатичный то есть здесь вот фильтр воздушный здесь два выхода вот комплектация подкачивание колес краска пульт продувочный пистолет шланг но не здесь мовильника ну или пескоструйного пистолета вот так он выглядит с правой стороны два выхода 2 манометра воздушный фильтр какой-то бумажный непонятный краник для слива ну и один цилиндр соответственно я понимаю заливная крышка пробка как она там правильно называется не знаю где-то был видосик поскольку он с ютюба маленько будет кривовато вот так вот смотреться здравствуйте представляем вашему вниманию компрессор делу так 50d это поршневой масляный компрессор с прямым приводом в отличие от без масляных моделей он хорошо подойдет для ежедневной работы в течение нескольких часов но для работы во время всей смены его брать не стоит для этого нужны применные или поршневые модели которые стоят гораздо дороже на данной модели установлен фирменный двигатель д употребляемый мощностью 2,1 киловатта производительность компрессора 290 литров в минуту рабочее давление 8 бар этого вполне хватает чтобы подключать пневмы инструменты в комплектацию компрессора входит шланг длиной 5 метров и насадки для подкачки шин с манометром для продувки и для распыления жидкостей очень удобно что сразу вместе с оборудованием вы получаете самые необходимые равномернее соответственно компрессор при работе стоит ровнее и не отбивает чечетку снаружи блок цилиндра закрыт кожухом он защищает от попадания грязи и пыли также на блоке цилиндра радиатор с чугунными пластинами он нужен чтобы эффективнее отводить тепло техника будет медленький что мне еще нравится что сам цилиндр находится как бы внутри кожуха то есть он не топорщится не выступает то есть на мой взгляд дуб будет гораздо лучше чем на других моделях еще к теме вернемся компрессор отлично справился с работой давление накачивает быстро потерь давления нет компрессор отлично справился с работой давлением то есть принципе ничего интересного так еще есть также фубак не знаю там не понял какая комплектация то есть 320 литров походу он без шлангов без всего то есть только компрессор сам но уже не 290 320 литров в минуту то есть как бы в комментариях мне в аван тв писал нахер на тебе нужно 17 косарей это дэва то есть я так понял что надо брать двух цилиндровый на 400 литров то есть если брать фубак то у нее как-то цилиндром то есть выступает он не знаю как тут а совдум идет то есть здесь вот видим что цилиндр на наружу но здесь уже другая модель как бы конкретно по этой модели видоса нет вот и тут навито 5 штучек выделил то есть 9 500 патриот 260 литров в минуту 18 киловатт вроде как заявлено что новую сделают этого дяди пользователь соска ней похода наверно ска не доска не то есть не тут компрессоров целую кучу сейчас я покажу что это он для себя выделил так вот патриот два года гарантии типа было когда-то но видим что как бы кожух он только половина цилиндров перекрывает то есть обдув какой-то непонятный будет на мой взгляд то есть такой вот этот такой как бы весьма условный кожух 50 литров 260 грамм какая тут инструкция не знаю где он их взял то есть у него в профиле для себя выбрал 3 но 260 литров мне кажется это вообще ни о чем поэтому можно его наверно отбросить так возвращаемся за 13 500 думаю что за 13 отдаст тот же самый дядя 356 литров в минуту состояние новые 2 киловатта потребление но уже двухцилиндровой как бы но правда выход всего один и там какой-то еще штуцер а нет это на дорогом на этом один евро выход по всем признакам он не работал они тут здесь вот отводик такой есть какой-то кран типа водопроводного то есть вот этот евро идет ну и здесь вот какой-то шланг подключать не знаю для чего то есть видим все чистое не коцаные не стуканые но все компрессора у этого дядя 18 года то есть это май месяц 18 года то есть компрессор уже скоро будет четыре года он все где-то болтается то есть первый для себя отметил в 13500 это 356 литров 15500 тот же самый дядя 400 литров новый вот он здесь пишет новый то есть на мой взгляд то же самое только движок уже 2 и 2 киловатта там было два тоже двухпоршневой маленько воздушный фильтр сделан по-другому 3 лошадиные силы тот же разъем какой-то штуцер под шланг какой-то резиновый наверное не знаю два цилиндра ну или два поршня на два поршня будет правильно сказать то есть 400 литров тоже шестой месяц восемнадцатого года ну и заявлено что он новый то есть есть их покупать естественно гарантии никакой не будет я так подозреваю так и 17 косарей тот же самый дядя так не тот другой уже это другой дядя то есть я так понимаю что это временной то есть то же самое штуцер скорее всего это на патриотах как бы стандартный компоновку здесь не понимались один поршень или их два то есть здесь вот как бы такие двойные сделаны не знаю наверно двух поршневой все таки то есть вот такой приводной ремень тут идет двигатели отдельно сам компрессор отдельно скорее всего но здесь вот стоят два поршня то есть один будет охлаждаться больше того меньше но не думаю что там овальный поршень хотя с такими овальными поршнями были спортивные мотоциклы импортного исполнения правда давным давно все это было то есть сколько здесь у нас 360 литров 10 бар он здесь давление больше но как бы скорость производительность меньше на 40 литров вот за 17 косарей есть брайт ресивер 60 литров 2,2 киловатта то есть продается с пескостронным бачком шланг 10-метровый с фитингами 20 бар держит производство италья но брать это я так подозреваю из той же серии что и камер то есть как бы движок отдельно но на цилиндрах как бы на головках никаких кожухов нет не знаю как тут что охлаждается то есть на мой взгляд это тоже отпадает вот здесь цену выставили 18500 типа за 18500 вы покупали но сейчас продают за 17 то есть здесь вот видим пескостронный пистолет продувочный возможно там что-то еще есть вот непонятно какого года выпуска агрегат ну мне кажется это тоже впадает поскольку здесь 360 производительность не знаю то есть нужен мне совет моих подписчиков и зрителей канала кто каким-то образом связан с данными аппаратами то есть на мой взгляд можно можно наверное отметить вот эти вот за 15500 и 13500 то есть можно на мой взгляд взять или тот и или этот но наверное за 15500 он будет помощнее но также я не вижу здесь никакого охлаждения кожухов на цилиндр то есть не знаю каким способом он тут охлаждается но за 15500 это лучше чем за 17 на мой взгляд здесь также инструкция какая-то по эксплуатации поэтому поэтому буду ждать ответы ваши в комментариях какое лучше взять патриот за 15500 на 400 литров на 400 литров без кожуха охлаждения цилиндров ну или же за 13500 на 356 литров с каким-то подобием направляющего кожуха для охлаждения цилиндров то есть на мой взгляд вот этот охлаждаться будет лучше даже на самом на самой трубке алюминиевая так подозреваю сделано такая как бы радиатор охлаждения чтобы воздух при поступлении в ресивер охлаждался еще дополнительно чтобы не было меньше конденсата и здесь вот непонятно типу здесь вот сделана такая наклеечка какая-то как бы не знаю как бы пломба что ли не знаю то есть это здесь сама наклейка отсутствует ну и на 17500 15500 точнее здесь тоже как бы никакой наклейки ты не видел то есть одна фотография что ли нет две то есть тоже здесь непонятно было ли здесь какая-то защитная наклейка чтобы туда не лазили то есть на мой взгляд как бы компрессоры новые но из-за того что здесь вот нет кожуха не знаю как она будет охлаждаться при длительной работе поэтому жду ваших ответов ну а на этом я свое видео заканчиваю всем пока так